Читательские делегации из разных школ города собрались у центральной библиотеки. В командах не просто ученики, а ученики, дружащие с книгами. Знания получаешь, глаза тренируешь. Ты узнаешь, что там что-то произошло, тогда уже интересно, что произойдет дальше. Когда ты читаешь, ты учишься и запоминаешь, как правильно пишутся слова. Меньше читать не стали. Читателей у нас очень много. И, ну, может быть, за счет того, что и город наш растет все больше и больше, а центральная библиотека детская все так же одна. Недостатка в читателях младшего возраста мы не испытываем, у нас их много. Но хотелось бы, чтобы еще больше было, конечно. Фестиваль проводится с 2011 года. Аппарат читателей – это его кульминационный момент. Это настоящий праздник, с которого никто не уйдет без подарка. Каждая команда показывала небольшое выступление, представив свою школу, а также проходила литературный тест. Грамоты и книги представителям читательских делегаций вручил никто иной, как сам кот-ученый. В этот день наградили и победителей летних конкурсов. Так первыми в конкурсе «Жить здорово» стали брат и сестра Серафим и Мария Волкова. И ребята, отдыхающие в летнем оздоровительном лагере «Бригантина» при Видновской прогимназии. Мы пытались на нем изобразить то, что книги – это очень интересно. Книги – это очень полезная вещь. То, что если ты будешь читать, то тогда ты будешь грамотно писать. По традиции чествовали короля и королеву книги 2016-2017 учебного года. Ими стали Сережа Быканов, ученик Видновской школы номер 7, и Вера Карих, ученица Видновской школы номер 4. Я люблю читать Тимура и его команда, еще Палиану и Волшебника из Умрудного города. Геройней дня стала и ученица Видновской гимназии Анна Косинкова. На параде читателей состоялась презентация ее первой книги «Радуга творчества». Книга очень красивая, безусловно, туда вошли и детские мои произведения, но она меня прям как-то теперь уже вдохновляет. «Радуга творчества» – это самые творческие моменты в жизни и самые, наверное, красочные и интересные. Праздник продолжился танцами и флешмобом след на асфальте. Каждый нарисовал свой след как символ постоянства и преданности библиотеке и книгам. Мы тоже взяли кусочек мела, чтобы нарисовать следы. И пусть они немножко кривоватые, но ведь мы тоже здесь были. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. «Радуга творчества»